ну что ж ребятки я всех приветствую в этом ролике мы будем тестировать довольно интересный автомобиль а именно tesla semi то есть это тягач света который стоит 180 тысяч снежков мы сегодня поработаем я расскажу свое мнение посмотрим подходит этот автомобиль для работы если смысл забирать я вам расскажу про его плюсы про минусы я думаю то что вам такой видосик должен понравиться но вы ребятки не забывайте то что игра на проекте amazing holy play на втором сервачке все ссылочки из описаний поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной ну и конечно же не забывайте вводить по промокод вводить промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня за него получите 300 тысяч рублей я в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита усаживайтесь поудобнее берите с собой попить покушать и наслаждайтесь данным роликом тех обнял приподнял полетели ну что ж ребятки за моей спиной находится тот самый автомобиль который мы сегодня будем смотреть обозревать и немножко на нем поработаем но я как опытный доля борщик и мог пройти мимо поэтому я вам сегодня покажу этот автомобиль расскажу там и так далее поэтому я надеюсь то что вам понравится данное видео давайте на этом ролике наберем 150 лайков как я думаю поняли это та самая тесла получается с ивента который стоит 180 тысяч снежков давайте заценим получается развон с места то есть посмотрим за какое время она наберет максимальную скорость то есть нажимаем тапочку в пол уже 100 120 130 140 и 180 километров в час то есть разгоняется она довольно таки неплохо то есть по максималке она такая же самая как и магнум либо как в нл к то есть особо разницы нету самое печальное конечно то что у меня здесь как бы нету скиллов то есть если вы посмотрите как бы скиллов вообще нету то есть нам нужно будет возить рейсы первого получается уровня но я думаю что страшного нам самое главное просто на ней поездить понять нормально ли на ней работать стоит ли там забирать там и так далее но это получается эксклюзив если вы хотите выделяться если вы не хотите ездить на дефолтных тягачах как это все делают вы покупаете себе теслу вот и все но мне кажется все равно ее в будущем буду дорабатывать возможно ее потом сделают быстрее а так как бы она просто едет как обычная фура как рано-т на даже рано-т быстрее чем эта фура понимаете то есть это прям очень жестко то есть рано-т быстрее чем фура за 180 миллионов ну как я и сказал вы платите не за скорость упать и просто замешать вид чтобы вы могли выделяться среди других игроков так где у него багажники найти не богу а где тут багажник пацаны я вот такой везде я не могу багажник так идти возможно вообще цены не их потом упадут возможно вырастут я не знаю реально просто я не уверен то что они ее будут еще раз добавлять то есть мне кажется это был новый год и возможно они ее добавят обратно еще на новый год то есть мне кажется на других ивентах ее быть не должно так здесь рейсов для нас нету пацаны вот эта проблема конечно да блин тяжко катать на таких скиллах вообще очень тяжко есть вот есть этого лесоруба давайте тогда в этого поедем да ребятки первые скиллы зато на тэксе за 180 лямов но она вообще не поворачивает вообще просто не поворачивает сделайте реально хотя бы поворот нормальный вот допустим вот поворот еду поворачиваю то есть ей очень сложно поворачивать такое ощущение что у нее радиус поворота очень маленький то есть вот видите я до аж навстречку вылетаю то есть допустим с рано-т с магмуном такой проблемы нету но как я и сказал мне кажется это не финальная версия возможно в будущем ее там по управлению по скорости могут поменять по поводу скорости у меня но по факту нет вопросов ну так же самое как магнум едет но по управлению очень тяжело поворачиваться просто по себестоимости это автомобиль вы можете себе купить фуловый газон фуловый магнум но без табов то есть просто там третий чип аудио нитро гидравлика я на самом деле долго сомневался стоит ли записывать потому что про нее записали все кому не лень многие уже на ней работали многие показывали там и так далее но я как дальнобойщик все-таки думаю ну надо а да еще прикол в том то что наша одноместная то есть вы не сможете там посадить себе друга под другу но выглядит конечно на максимально необычно я никогда не ожидал что их добавят я даже не знал что такая машина существует понимаете если вы хотите чистому мнению меня эта машина не цепляет вообще то есть да она такая прикольная интересная но я бы себе такую не взял ну а так есть у вас денег жопой жуй то в принципе можете брать кстати винт еще идет поэтому если вы вдруг захотели ее забрать себе то в принципе можете еще это сделать то есть у вас еще есть время а ну еще и и самое главное отличие то что допустим магнум там и станете рачи ездят на солярке а эта машина электрическая то есть первое отличие это внешний вид 2 отличие то что она одноместная третье отличие то что это электричка ну и 4 отличие то что этих машин как бы не так уж и много поэтому как бы думайте сами нужен в такой автомобиль не нужен моя суть вам просто показать донести как бы как эта машина ездит можно ли на ней работать работать можно но в повороты конечно на вписываются ужасно за мной полиция пацаны помогите так что он от меня хочет лох торбози говорит алю блять а лёд сибались тагер отсюда ребята так давайте цепляемся давайте кати ребята ну а не думают уж я другой ютубер но я не он ребята я не он как бы я другой человек я с общаться не буду было бы конечно интереснее себя на ней час поработал но по факту ну разницы нету между магнумом то есть ну блин по сути заработок будет одинаковый и заработок это еще зависит от рейсов то есть в одно время могут быть хорошие рейсы в другое время могут быть плохие рейсы ну что шибятки вот такое получилось видео надеюсь он вам понравилось я вам постарался кратко подробно все объяснить рассказать про этот автомобиль надеюсь то что у меня получилось давайте на этом ролике наберем 150 лайков я буду очень сильно благодарен все ссылочки есть в описании под видео поэтому заходи смотрите и начинайте играть вместе со мной как я и сказал машина интересная прикольная но я бы себе такую не взял я не вижу в ней смысла а нам мне не приносит никакого кайфа даже внешне поэтому я бы себе такой автомобиль не брал но если вы хотите выделяться если хотите эксклюзив то этот автомобиль для вас идеально подойдет возможно в будущем с не будут какие-то доработки это можно не исключать поэтому думайте ребятки думайте пока ведь не закончился нужна вам такая машина или нет все всех обнял приподнял всем пока пока